Всем привет, на связи Влад и я продолжаю проходить The Binding of Isaac Autobiom. И у меня заролился вот такой рам. У меня три технологии, у меня самонаводка, и я это получил совершенно случайно. Изначально я шёл лазерусом к мегасатане, собрал ключ, понял, что в принципе убить я его вряд ли смогу, потому что у меня не было никаких повышений урона, и вообще не было перепосылок к тому, что я каким-то образом с мегасатаной справлюсь. Но вот на, получается, первом уровне ломба у меня с помощью Д-100, из последней, кстати, комнаты с сокровищем, заролилось вот такое. Ну и давайте посмотрим, что из этого получится. У меня была карта Императора, которую я успешно использовал, чтобы попасть в Китлифс, потому что по-другому я не успевал к хашу, если не ошибаюсь. Но с таким раном вполне к нему можно идти, потому что технологии это те предметы, которые дамажат за каждый тик, особенно с самонаводкой ими сложно промахиваться. Ну и почему бы и не пойти к хаше. Время осталось, чтобы заглянуть в дьявол, и у дьявола вот такое. Это плюс 9 чёрных сердец, плюс урон, плюс страх, плюс, в общем-то, удачный ран. Он и без этого был бы удачный, я бы и так справился с хашем, но теперь всё станет ещё лучше. Смотрим, ключей у меня хватает на все двери. Что я тут получу, честно говоря, уже не помню. О, Беркана. Беркана, вилка, вилка мне не помогает, потому что она даёт сердца. И денег-то у меня нету, но у меня есть 96, потому что где-то я заролил пира. В принципе, из этого мне ничего не нужно. Особенно мне не нужен верхний предмет, который на бальту, и который время от времени просто так спалнит бомбы рядом со мной. Единственное, по сути, что... Нет, не единственное. Или единственное, что может убить этот ран. Я даже не уверен, что этот ран будет убит Айо и Визард. Ну, и я почему-то решил взять белую руну. Ну, понятно, почему. Дест-то мне не нужен. А тут есть руна, которая позволяет спаунить пауков с мухами. У меня подозреваю, что пауки, что мухи, будут безумно дамаговыми в текущем сетапе. Ну, и первая форма хаш совершенно без проблем убита. Практически убита. Я, конечно, могу получить урон, но... Да, я получил урон. Но особых проблем она мне не доставила. Да, у меня работает негатив. Нет, полароид. Полароид у меня работает. Да, Тринити Шилл. Понятно. Я забыл, что он у меня тоже зароллился. Ну, в общем, это абсолютное имба. Особенно в плане убийства хаша. Который только с одной стороны может атаковать персонажа. Поэтому я не знаю, чем он меня сейчас может задамажить. Только вот боковыми какими-то выстрелами, которые идут немного под углом и обходят мой Тринити Шилл. Ну, или мухами. Хотя мухи на лазере с самонаводкой заканчиваются массово. Да, Тринити Шилл это то, что позволяет легко пройти данного босса. В принципе, я так думаю, что за лоста это, наверное, один из лучших приметов на хаш. За кого угодно, но за лоста особенно. Потому что просто стоять на месте может кто угодно с этим щитом. Ну, и немножко следить за боковыми выстрелами. Да, ну, естественно, при условии, что хватает дальности подобным образом издеваться над этим боссом. Ну, и не получать контактный урон, как в этом случае. Нож, который у меня болтается, это трансформация в мамашу. Это не тот нож, который должен быть... Который подразумевается под ножом обычно. Это не предмет, это эффект от трансформации. Да, ну и в такой ситуации, конечно, шансов у этого босса особо нет. С таким количеством хп и с таким количеством дефенции я, в общем-то, чувствую себя комфортно. Даже в этом буллет-хейле и в этом суровом, наверное, босс-файте во всей игре. Я всё ещё считаю, что хэш самый сложный босс из всех, которые есть. Ну, вот такое перемещение, это единственное, по сути, что может меня задамажить. Ключи его до меня не достали. Райд Шунгер. Ну, и дальше по списку к Мегасатане надо идти. Да, я ещё раз показал то, что у меня три лазера, то есть три технологии и самонаводка. Это всё ещё меня удивляет. В такой ситуации уже не помешает повышение урона. О, здоровье. Собор. В соборе у меня есть и компас, и... Как его? Да, карта. Сокровище. Поэтому я знаю, куда мне идти. Я не пойду никуда, кроме как к Айзеку. Потому что я хочу как можно быстрее дойти до Мегасатаны и разобраться с ним. Лазарус это не тот персонаж, которого я люблю, который мне нравится. Поэтому, в общем-то, хочется пройти за него побыстрее и грубее. Не то, чтобы не возвращаться к нему, он достаточно хороший. Я совершенно необоснованно не люблю его. Потому что... Ну, после респауна он становится... Не хуже, чем Каин. Как минимум. А Каин мне почему-то нравится. У него есть множители урона. Собственно, как и у Лазаруса после перерождения. 25%. И в целом, что один персонаж, что другой хороший. Но Лазарус как-то... Не моё. Не знаю. Обосновать свою неприязнь к нему иммунию. Да, и здесь я слабый. Папочки длинных ног получил. Ну, Айзек после хаша. Иногда может быть проблемой, когда на хаше потрачено куча хп. И на этих лучах персонаж оказывается в неудобном месте. Но это не тот случай, когда я с трудом убил хаша. И там я чувствовал себя совершенно комфортно. Поэтому в Айзеке шатсов особых не имею. Ланшот он меня не может. А в любой другой ситуации он умирает быстрее, чем я. Ну и... Сундук с Мега Сатаной. Казалось бы, совершенно никаких хороших предметов там нету. Я решил зарядить свою белую тарту. Казалось бы, никаких там хороших предметов нету. Но! Если я говорю но, значит что-то произойдет. У меня был Д-100. И я кучу раз реролился. Кучу раз реролился. А это значит, что у меня довольно много предметов, которые... Могут мне давать какие бы то ни было трансформации. Да, здесь я трижды заюзал реролу. Потому что я захожу уже к Мега Сатане. И вот она первая трансформация в Бильзиулы. И вот она вторая. Хаста. Это трансформация за трех миньонов. Ну, я не вижу смысла не взять эти два предмета. Потому что молоко, по-моему, дает бонус к скорострельности на комнату при получении урона. Вряд ли я совсем уж не получу урона на Мега Сатане. И что-то у меня здесь случилось с качеством видео на Мега Сатане. Я не могу сказать, что именно. И очень за это извиняюсь. Но какие-то... Какие-то проседания качества определённые есть. И это печально. И это печально. Потому что ран очень хороший получился в итоге благодаря Дестору. Я, по-моему, даже одну из фаз Мега Сатаны здесь пропустил. За счёт того, что... Нанёс ему одномоментно огромную кучу урона. Или это был и это так. Или это. Сейчас узнаем. Ну... Ангелов он заспавнил. Значит, не эту фазу я пропустил, а такую. Нет, наверное, не это всё потеряно. А, или это. Четыре смертные греха были? По-моему, нет. Их я пропустил где-то так-то образом. Да, я ещё раз извиняюсь за качество, потому что... Потому что это непорядок. Если бы это не был настолько выдающийся ран, я бы ни за что не выложил это видео. Причём, после смерти всё стало нормально, после смерти босса. Ну ладно, на этом всё. Спасибо за просмотр. С вами был Влад. Пока. Пока. Продолжение следует...